Доброе утро, мои дорогие! Вон какой день сегодня! Солнышко в таком прям... Что ты кричишь? Что? Что? Убежал гулять, носился, а теперь мявкает. Чё ты меня домой зовёшь? Сейчас пойдём. Сейчас вот с девочками, мальчиками поздороваемся и пойдём. Вчера прям такой туман был вечером. Как в Мурманске в сентябре осенью, а тут в декабре. Ну а я чего-чего я? Сижу, делаю. Подмазала коробочку, там подклеила. Сейчас делаю украшения, делаю на шею цвета мёда. Давно хотела сделать. Я очень люблю такие цвета. Посмотрим, чё получится. Так что, жизнь идёт, продолжается. Спасибо вам за комментарии, мои хорошие. Слушайте, а я думала, у меня только так время летит. Просто вообще. Ну вот, только утром вроде бы села делать что-то. Всё, стемнело. Да, мать твою, да что ж такое? Просто ничего не успеваю. Я думала, сейчас вот будет, да, летом, ну, когда гости приезжают. Думаю, ну ладно, сейчас вот они уедут. Зима наступит, у меня времени будет больше. Да нифига не больше. Ну, то ли день короткий, так я и, несмотря на то, что плохо вижу, я всё равно ковыряюсь при искусственном цвете. Но просто время летит. Это, ну, какой-то кошмар. Ну, раз уже дека до декабря прошла. Я как вспомню в детстве, какой длинный день. Сколько всего успеваешь. О-о-о-ой. Целые приключения за день. А сейчас? Ну, несправедливо. Сейчас столько сделать хочется. Успеть всё. А оно не получается. Время летит сумасшедшее. Ну, ладно, чего я тогда болтаю? Пойду делать. Вот сижу. Ковыряюсь тут. Вот. Чего мне пришло в голову? Вот в фикс-прайсе я покупала в прошлом, что ли, году вот такую минажницу с такими вот тарелочками, ёлочку. Наверное, многие видели. И вот эти маленькие... Ну, как их назвать? Тарелочки, блюдечки, не знаю. Я использую вот, когда что-то делаю, когда украшение, или когда мне просто надо во что-то положить, чуть-чуть чего-то. А сама вот эта основа... Сейчас я вам покажу. Вот она такая. Она у меня просто валяется. А что валяется? Может, сделать, правда, из неё ёлочку? Понаклеить сюда. Угу. Ну, вот, видите? Я найду себе работу. Ну, а чё она валяется? Правда. Так, ладно. Сейчас я доделаю это украшение. Позавтракаю. Время-то... Время 10 утра. Я ещё не завтракала. Таблетки надо выпить. Всё. Вот как сажусь работать, голову теряю. Потом займусь этой ёлочкой. Ну, что ж, украшения я доделала. Ну, вернее, не до конца доделала. У меня там... Сохнет ещё один элемент. Вот. Сейчас буду делать вот эту ёлочку. Смотрите. Я про него и забыла. Смотрите, какой есть... Это от Сбербанка. Косте дарили. Вот только вот одна лыжа сломалась. Жалко. Такой смешной. Надо его куда-то повесить тут мне. Пусть висит. Так, ну что. Сейчас я пистолет включу горячий. И буду клеить всё подряд. Посмотрим, что у меня получится. Ой, а вот что... Хотела, хотела о чём поговорить, мои золотые. Вот в интернет, особенно каналы для детей, просто заходить противно. Господи, какая же тупость. Все эти мультфильмы, игры. Ой, что творится? А вы никогда не слышали такое выражение? Хочешь победить врага? Воспитай его детей. Сразу становится всё понятно. Ну а что, разве не так? Такое оболванивание идёт молодёжи, детей. И главное, что ничего с этим поделать невозможно. Ну, когда говоришь, что это всё неправильно, что не надо это смотреть, ты же им прям врагами становишься. Врагом становишься. До чего всё это обидно, блин. Вообще оболванивают нас всю жизнь. Врут. Вся эта история. Господи, как я в молодости любила исторические романы. Сколько я убила времени на эту чушь. Страшно представить. Только потом я поняла, что все эти исторические романы это события, которые мы воспринимаем, как писатель это видит. Очень обидно. Очень обидно. Вот. В последнее время, ну как в последнее время, года два или три, я вообще очень люблю не смотреть, смотреть мне некогда, слушать. Вот сейчас вот таких вот приклею. слушать вот есть такой председатель СНТ. Есть такой блогер. Я поражаюсь, сколько люди тратят тоже сил на то, чтобы откопать, на то, чтобы найти какие-то доказательства каким-то историческим фактом. Довольно молодой мужчина. Ну, он не один, конечно. Вот если кого-то интересует, если вы до сих пор не смотрели этого, но интересуетесь этой темой, я вам прям очень посоветую. Наберите на ютубе председатель СНТ. Причем, когда-то я начинала его смотреть, и мне вот, как сейчас говорят, не зашло. Видимо, я была не готова к этому. Сейчас просто смотрю, хожу по ссылкам, ну, то есть, они же не из головы это берут, ищут, выкладывают ссылки, где можно это найти, найти эти документы. И просто, вот знаете, волосы на голове дыбом встают. Ну, о чем-то и раньше догадывалась, конечно. Может быть, не знала всей информации, но я же человек-то думающий, не просто так. Вот. В общем, мне очень интересно. Так, ну что, давайте, нагревайтесь. Так что, кому интересно, зайдите. Там все, и про крещение на Руси, ну, про все. Все, что вам интересно узнать. Вот сейчас я все это с этой ободранной елки сюда и сделаю. Сделаю, чтобы ее повесить можно было. может, Вите подарю. Ну, Толику-то, я думаю, это абсолютно неинтересно. Ну, а больше мне особо Оксане кормщиковой не знаю. Оксаночка, если тебе нужно такое, напиши, зайка, мне. Я тебе-то с огромным удовольствием подарю. Ну, просто я не знаю, нужно такое кому или нет вам. Ну, ладно, я не буду вас задерживать. А сейчас буду кумекать, как это, куда это лепить. Ладно, мои дорогие? А потом, как сделаю, так вам покажу. Я думаю, что это не займет много времени у меня. Ну, и как вы думаете, сколько можно? Сколько можно? Макс, у меня такое ощущение, что ты дурак полный. Тебя жизнь ничему не учит. Ты один хрен как-то туда залезаешь. Пять минут. Всё. Он уже там торчит. Да вот хоть оборись. Достал ты меня. Достал. Сегодня сижу, работаю, блин. Конечно, у меня в коробках бусины, открытые коробки. Он как снизу вот это лапой прыгнул, лапой шарахнул. И у меня эта вся коробка с грохотом на пол. Мелкие бусины. Ну, ползала по полу, корячилась. Теперь вот на ещё. Не, как хочешь, иди в задницу. Вот правда, достал ты меня уже. Достал. Каждый день одно и то же. Вот мяу. Ну, вот, мои дорогие, что у меня получилось. Вот такая красота. Я это всё ещё лаком бесцветным для ногтей посыпала блёстками красивыми. Вот так, что сделала. Что-то коробочка у меня плохо двигается, плохо. Не хватает у меня времени. Кстати, не помню, кто-то из девочек писали показать, как обтягиваются ободки на голову. Мои дорогие. не помню, кто уж, простите. Девчонки, у меня то, что я начала-то, не могу доделать всё. А ободки нет у меня ободка широкого. На тоненьком это... Что там показывать на тоненьком? Нет широкого ободка и мне не попадаются в магазинах они. Ну, сейчас не сезон. Вот. И я то самое что хотела сказать. Наберите в интернете обтянуть ободок и вам там вывалится там у гелы чары много ободков она обтягивала и вообще много. Там же очень просто на самом деле. Не знаю, я даже не знаю, если попадётся мне ободок, то я куплю, конечно, и покажу, но... я даже это не знаю. Правда, то, что начала, не знаю, когда делать. Успеть, когда всё это... Я же хочу уехать на Новый год-то. Поэтому тороплюсь, тороплюсь. а не успеваю. Я вот уже говорила, что просто вообще дни как пули пролетают. Так, ладно, пусть посохнет. Даже по интернету смотреть ничего не могу. Нет времени, зайки. Ой, я такая смешная, когда я тороплюсь. Ну, просто. Сейчас уже оделась, Володя Ворнов звонит. Ну, это, наверное, единственный мужчина, который меня смотрит. Причём молодой мужчина. И я вот это в растерянности и в торопыжничестве в своём к уху приложила и вот это с ним разговариваю. А он мне по видео звонит. Ой, Володенька, ты уж меня извини. Ой, бабушка такая, да. Главное, только ему сказала, говорю, бегу на автобус, Серёжа звонит. Муж Мариня, чего, как дела? Я говорю, Серёга, бегу, бегу на автобус. вот так вот. Два молодых мужчина позвонили, а мне некогда. А мне в аптеку надо. Не до мужчин молодых. Ну, а Маська-то просидел три часа под крышей, орал, 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 орал. Я ему сказала, говорю, я больше не полезу. Как залезал, так и слезай. Слез. Прибежал. Вот это, тёрся, тёрся. Ой, мяукал, мяукал, рассказывал мне, видимо, как ему было страшно. Так нечего лазить. Господи, я говорю, жизнь прям ничему не учит животное. Ой, ну ладно, идёт мой автобус. Я только никак не отдышусь. Пусть постоит у тебя, мы, говорю, приехали, а передум годом. Я говорю, приедем, потом я, чтобы приеду, прыгнул, заберу и уедем, чтобы пешком не идти. И чтобы-то вот такое было. Почему-то, что-то, брали с собой туда, в Полтаву ехали. Ну, я до Симперополя не доехал. Я ехал, вот тут мимо проходил, посмотрел, блядь, возьми, блядь, деньги были, все же мне, двоих бы, возьми, думал, да нахерана мне, а я прохожу, что так, блядь, что-то мучит меня, блядь, мучит, мучит, блядь. Я, мимо, Люся-то прошел, я все, ну да. Ну, зайди, возьми, пузырь и бутылку, ёбни, блядь, и ничем не дуло бы, блядь. Короче, ты был не опохмелённый рабочий враг производства. Когда-то бывало такое, пиво, блядь, похмеляки, от него еще хуже становится. И я, блядь, даю поторь. Ой, привез меня Толик. Проболтали с ним 40 минут. Стояли на улице, и вот он мне рассказывал страшную историю, как он, значит, пить, после чего бросил. А он же матерится, матерится. И вот мы ля-ля-ля, ля-ля-ля. И вдруг звонит мне сын. Ты, говорит, мне звонила, а я, видно, просто в сумке нажалась, на локте сумку держала. Он говорит, а я тут слушаю ваши разговоры с Толиком. Я говорю, вот так вот, Толик, спалились мы с тобой. А он, да мы ж ничего плохого-то не говорили. Это я все про пьянку. Ой, какой-то у меня день сегодня весь в мужчинах, короче говоря. Ой, ну ладно, мои хорошие. Ветер поднялся. Не было, прям так тихо было. Поднялся вечер. Это самое. Ладно, давайте прощаться до завтра. Сейчас пойду поужину. Ой, да буду опять сидеть, ковыряться, делать чего-нибудь. Давайте, мои золотые, не болейте. Пусть все хорошо будет. вообще было бы у всех людей хорошо. Я была бы так рада. Давайте, хорошего вечера вам, спокойной ночи. Пусть все у вас будет хорошо. Я вас обнимаю. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok